Слава Богу! Я благодарен Богу за это особое время, когда мы можем служить и поклоняться нашему Спасителю, Господу Иисусу Христу. Меня зовут Мистер Кирк. И я один из учителей в Славянско-Христианской Академии. Не так давно мы пели песню «I'll Fly Away». И я упомянул Мистеру Александру, что это была первая песня, которую я спел, когда я стал христианином. И я бы хотел поделиться своим коротким свидетельством, как я стал христианином. И я буду читать из Евангелия от Матфея, 11 глава, с 28 по 30 стих. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго моё на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим, ибо иго моё благо и бремя моё лёгко. В 1985 году я служил на подводной лодке в военно-морском флоте США. И это был май, месяц этого же года. К тому времени я уже провел месяц на борту этой лодки. И в буквальном смысле слова, я находился 800 фит под водой в очень небольшом машинном отделении. Одного из христианских лидеров нашей команды звали Стив Смит. Всегда он улыбался. И других христиан он называл братьями. И вот посреди этой негативной и нехристианской атмосферы, которая преобладала на лодке, эти христиане почему-то обладали миром и удовлетворением. И духовно я очень нуждался в этом мире. И я просто начал прислушиваться к тому, о чём они говорили между собой, об Иисусе. Стив поделился со мной, как этот груз греха и вины мог бы быть снят с моих плеч. Если бы я только поверил Иисусу Христу, который смог бы меня привести к новой жизни в Нём. И я просто был свидетелем этой свободы, которой обладали эти христиане. И как они отражали и проявляли Иисуса в своей ежедневной жизни. Они были добры друг к другу. А также они были добры к тем, кто к ним плохо относился. И для меня это было совсем что-то новое. И в один из тихих вечеров после моей смены я решил что я бы хотел отдать свою жизнь Иисусу Христу. Я помолился со Стивом И в первый раз в своей жизни я испытал иго и лёгкое бремя Иисуса Христа. И наконец-то в своей жизни я испытал эту свободу, несмотря на то, что я находился, продолжал находиться под водой. И я также понятия не имел, где мы находились, потому что я был просто механиком. И механикам не нужно знать, где находится военная лодка. Я начал посещать библейские уроки на борту этой лодки. Эта лодка была способна вмещать в себя 24 ядерных ракеты. И вот прямо рядом с этим оружием мы встречались для наших библейских уроков. И наряду с нашими уроками мы также пели христианские песни. Что самое интересное, что первую песню, как христианин, я спел вот именно эту песню «I'll fly away». И также мы молились о том, чтобы это ядерное оружие не употреблялось для вреда людей. И сегодня, в любое время, когда я чувствую какое-либо бремя, и если я чувствую себя уставшим, как все мы, люди, можем уставать, и я могу просто отдавать свой груз Иисусу Христу взамен на его легкое бремя и его иго. Аминь. И сейчас мы споем песню «I'll fly away».